Приходила сюда всегда, начиная с 1946 года, когда вернулась с мамой и младшей сестрой из эвакуации. И, конечно, эта еврейская часть должна быть как-то выделена, но отнюдь не так, как предлагалось в проекте Крыжановского. Я читала первоначальный проект. Он меня потряс своей нелепостью, недопустимостью. И я не знаю, что после всех дискуссий здесь сейчас строят, потому что тогда первоначально они хотели устроить на этом месте нечто похожее на современное шоу. Понимаете, я раньше никогда не чувствовала себя еврейкой, никогда я росла в детском доме, никогда мы вернулись в Киев, не в первые школьные годы. Я знала, что мама еврейка, а папа украинец, но мне никогда никто откровенно не говорил, не обзывал. Мы все дети войны дружили друг с другом, жалели друг друга, кормили друг друга, чем Бог послал. Это был уже июль, когда немцы подошли близко к Киеву, были пересланы машины, и нас погрузили в машину, грузовыми машинами. Мы, переправляясь через Днепр, уезжали из города. Как мама не уговаривала бабушку, и мама свою младшую сестру Лелю, которая жила на Львовской отдельно со своим мужем, она была тоже не учительницей, она была пианисткой, окончила консерваторию, была необычайно красивой, ей было 30 лет. Ее портреты были во многих фотографиях Киева, просто развешаны в витринах. Ее муж был профессором консерватории, композиции, Володя Грузин, русский. Соседи говорили, ты не ходи никуда, ты посмотрите на ее лицо. Анна Ефимовна Кржевина. Моя бабушка, она не была похожа на еврейку. Она говорила без акцента, она говорила по-украински. И соседи ей говорили, не ходи ты никуда, дурна ты, не ходи. Но к ней пришла Леля, ее дочь младшая, которая сказала, мама, я пойду с тобой. Все идут, и мы пойдем. Конечно, никто себе не представлял, что здесь будет. И утром 29 числа Леля пришла к бабушке, и вместе с ней и с Настей они двинулись вниз по Институтской, а потом по Михайловской наверх, и так по Львовской, как писал Озеров, они идут, идут, идут с каким-то багажом. Я не знаю, что бабушка брала с собой фотографии или какие-то другие вещи. Естественно, что-то из насильных вещей, теплых. И когда они подошли к первому оцеплению, Настя пошла вместе с ними. Первое оцепление украинских полицейских. Она прошла, а потом говорит, что был такой напор людей, как-то одни между первой и второй цепью, одни давили на других, и мама с Лелей потерялись. Она осталась и начала провожать бабушку дальше. И прошла за вторую, подошла ко второй цепи и шагнула уже за вторую цепь. А говорили они с бабушкой по-украински. И какой-то полицай, который стоял здесь во второй цепи, поднял крик. Дивко, куда лезешь? Туда не можно? И он ее под зад коленом ударил и выкинул. Она полетела на несколько метров в сторону и больше ничего не знает. Бабушка прошла дальше, а Настя вернулась домой, домой к Леле на Львовскую 20. Там был маленький одноэтажный дом, где было два рояля, где жил Володя с Лелей и с шестью кошками. Дело в том, что Володя, профессор консерватории, думал, что он такая личность, что он побежит в комендатуру и договорится с немцами, чтобы его жену никуда не высылали, чтобы она никуда не ехала, что он их уговорит, что она пианистка, что она ему помогает, и что он русский и так далее. Пока он бегал, Леля ушла к бабушке. И с ними случилось то, что случилось со всеми. После всего, что случилось здесь, советская власть, и простить этого я не могу, хоть я человек не злопамятный, хотела лишить нас памяти. Сюда нельзя было приходить. Можно было только на официальные миссинги, которые устраивались в четыре часа, когда мы все были на работе. Я работала в две смены в школе и приезжала, конечно, не вовремя. И помню один раз в 69-м меня сюда вместе с Мироном Семеновичем, с моим мужем, мы приехали сюда после второй смены с двумя букетиками календулы. Здесь не было миноры и не было еще официального памятника, а напротив реального места, реального яра был маленький камень, где было написано, что здесь были расстреляны советские люди Шевченковского района города Киева. И когда я попробовала подойти к камню, меня не пускали. Выскочили какие-то люди при лучах прожектора, наведенных на меня, и начали кричать, что сюда нельзя и что сюда нужно было приходить. Тогда, когда был митинг в четыре часа, сейчас все закрыто. Вы представляете, это пространство оказывается закрыто. Я могу вас проконсультировать. Добрый день. Если не заходите на стройплощадку. Я понимаю, что стройка, и я не иду туда. Где могут быть коллеги? Где миноры? Вот полета. Где жена? Внутри? Вибачте, мы на хвилинку нам дозволили. Я все знаю, только что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.